Грузины при встрече говорят друг другу гамар джаба, что означает пожелание победы. А прощаясь, произносят Мшвидобит, дословно, пребывайте с миром. По правилам солдости военные традиции занимают огромное место в древнейшей грузинской культуре. Так складывалась история этой страны, веками воевавшей за свою свободу и независимость. Основы военного дела грузины осваивали с детства в горных монастырях, вплоть до начала 20-ти столетия в каждом регионе Грузии имелись места, отведенные под состязания в боевых искусствах. Они проводились в виде военных маневров с участием тысяч людей, сражавшихся по правилам солдости, с применением деревянного оружия. В Грузии сегодня считается, что каждый настоящий мужчина должен уметь управляться с оружием, быть отважным и решительным. Грузинская народная традиция призывает мужчин быть воинами по духу, и в мирное время каждый представитель сильного пола отвечает за безопасность окружающих его женщин, детей и стариков. Даже национальная одежда грузинского мужчины скроена так, чтобы в ней было легко воевать, в папахе из овчины не холодно зимой и не жарко летом, а на Черкесске есть специальное место для патронов и кинжала. В Грузии всегда существовал культ оружия, ему отводилась роль священного предмета, который служит во благо хозяина. Мужской костюм без оружия считался неполным, поэтому даже представители неимущих классов старались приобрести хотя бы кинжал, по возможности богато отделанный. Грузинские дворяне и князья в торжественных случаях носили на себе помимо кинжала шашку, саблевый пистолет. На нагрудную часть Черкесски нашивались газырницы, карманы для патронов, от 9 до 15 с каждой стороны. Боевой дух проявляется и в старинных военных грузинских танцах, экспрессивных, технически сложных, с манипуляциями кинжалами и шашками. Ученые предполагают, что когда-то танец выполнял функцию своеобразной гимнастики, помогавшей поддерживать физическую форму, это было необходимо в условиях постоянных вторжений врагов. Непрерывная борьба за свою землю сделала грузинский народ гордым, смелым и твердым. Но при этом сформировала у грузин бесконечную любовь к самому главному в жизни, семье, детям, старикам и друзьям. И, конечно, к мирному труду. Не случайно на гербе Грузии изображены меч и виноградная лоза. Грузинские гусары после падения Византийской империи в 1453 году Грузия оказалась рядом с двумя сильными агрессивными государствами, Турцией и Ираном. Начиная с 15 века грузинские цари не раз обращались за помощью к России. В 1738 году был заключен Георгиевский трактат, закрепляющий протекторат России над восточной частью страны. А в 1801 манифест Александр и оформил прикрепление Грузии к России, по обращению последнего грузинского царя Георгия XII. С этого момента история Грузии, в том числе и военная, тесно переплетена с историей России. Еще в 1738 году в российской армии была сформирована грузинская гусарская рота, 70 рядовых и 17 офицеров. Во время войны против турок, 1739 года, она служила под командой генерал-фельдмаршала Б. Х. Мениха. По его словам, той роты офицеры и рядовые противу неприятели поступали так, как надлежит весьма храбрым и надежным людям. Грузинские воины носили сначала национальную одежду, а затем единую гусарскую форму, отличавшуюся от других мундиров цветом. Особенно значимым был вклад грузин-военных в победу над Наполеоном. В войне 1812 года принимали участие 13 генералов грузинского происхождения. Самый известный военачальник – Петр Иванович Багратяни. Будучи учеником и соратником АВС Суворова, Багратяни за 30 лет военной службы принял участие в 20 походах и множестве сражений. В 1805 году противостоял превосходящим силам наполеоновского маршала Мюрата, за что был награжден боевым Георгиевским крестом. Был тяжело ранен под Бородином, но не покинул поле боя. Не менее известен другой представитель грузинской военной знати Александр Гарс Иванович Чавчевадзе. В 1813-1814 годах он участвовал в заграничных походах против наполеоновской армии вместе с русской армией и вступил в Париж. Вернувшись на родину, занимал видные военные и гражданские должности, участвовал в турецкой и персидской кампаниях. В тбилисском салоне выдающегося поэта, переводчика, общественного деятеля Александра Чавчевадзе бывали А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов. На одной из дочерей Чавчевадзе, Нини, женился А.С. Грибоедов. 136 героев первые месяцы Великой Отечественной войны в ряды Красной армии было призвано около 500 тысяч грузин, практически предел мобилизационных возможностей республики. Кроме того, грузины воевали в партизанских отрядах и подпольных структурах. Одна из героинь крымского подполья – Зоя Рухадзе. В марте 1944-го школьница из Симферополя повторила подвиг Зои Космодемьянской. Она вступила в партизанский отряд, действовавший в городе, и участвовала в выполнении боевых заданий. 10 марта 1944 года после взрыва немецкого оружейного склада ее схватили гестаповцы. Пытали жестоко, требуя выдать фамилии партизаны и их планы. Зверски избивали, сломали обе руки, выкололи глаза. Девушка молчала. Ее, еще живую, увезли на окраину города и бросили в глубокий колодец, где она умерла. Памятники Зои Рухадзе установлены в Симферополе, и в Тбилиси. Грузины участвовали во всех сражениях войны. На территории республики были сформированы 46-я армия и свыше 20 соединений воинских частей. Среди них, 8 грузинских национальных стрелковых дивизий. Свыше 100 грузин принимали участие во броне крепости героя Бреста. Много воинов из Грузии было в частях, высадившихся в Керчи в конце 1941 года. В битвах за освобождение Украины прославились десятки тысяч воинов-грузин. По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны погибли и умерли свыше 300 тысяч грузин. Из них около 80 тысяч военнослужащих поли смертью храбрых. 136 представителей грузинского народа были удостоены звания Героя Советского Союза. Тысячи стали кавалерами орденов и медалей. И навсегда останется в истории тот факт, что знамя победы над Рейхстагом водрузили русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Контория. Три брата Зурабчху те швели родом из города Зистафани. Это недалеко от Кутреси. В Туле живет с 1982 года. Остался после окончания Тульского политехнического института. В нашей семье на войну были призваны мой родной дед по материнской линии, Пармен Варданович Мумладзе, и два его брата, Виктор и Кирилл. Все трое погибли. Рассказывает Зураб, как нам удалось узнать, они служили в пехоте. Скорее всего были отправлены в Керчь. По документам, Кирилл погиб в мае 1942 года. Виктор, в марте 1943. Мой дед, Пармен. В июне 1944 год. Амобилизован он был в первый день войны, 22 июня 1941 года, прямо со стрельб. Дед был военным и как раз в эти дни в горах тренировал новобранцев. Зураб Заурович вспоминает, что бабушка Елена до последних дней ждала мужа, ведь семье сообщили, что он пропал без вести. Отец Зураба уже в 70-е рассылал запросы, пытался найти хотя бы какую-нибудь информацию о родных жены. Удалось выяснить немногое. Самое печальное, что до сих пор неизвестно, где похоронены братья Мумладзе. А у моей жены Манана воевала тетя, Нина Мелитоновна Джелагуа, говорит Зураб, она была военным медиком, дошла до Берлина. В 1987 году ее наградили орденом Отечественной войны и два степени. В Грузии с глубоким почтением относятся к памяти своих погибших родных. В грузинских семьях, живущих в Туле, обязательно отмечая 9 мая. По словам Зурабыч Хутешвили, так же, как это принято у русских, собираются за столом. Поднимают бокал за тех, кто воевал, кто погиб на фронтах Великой Отечественной. Говорят длинные, многословные, в соответствии с грузинскими обычаями, тосты. И обязательно чокаются, в Грузии считают, что человек жив, пока о нем помнит. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а так же делитесь в социальных сетях.